Свободная экономичная зона Гомель-Ратон иснует с 1998 года. Правда, выключена Гомельской, теперь назвать ее уже нельком. За минулый час ее границы поширались четыре раза. И сегодня резидент СС находится на территории 11 районной области. Почас работы выставы «Бизнес у Гомеля» о перевагах к знаходжению в свободной экономичной зоне, кажутся на пленарных посаджениях, а так само по час особистых встреч. У меня была китайская компания, которая тоже проявила интерес к Республике Беларусь, в частности, в свободной экономической зоне нашей, мы обсуждали вопрос реализации проекта производства пленок. Сгодно с подликами администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон в поравнании с иншими предприемствами, обовязковое отвлечение резидентов меньше амально 40% за кост сменьшенных податков и инших платежов. Сегодня у СЭС працует капитал 17-ти краинцвета и вероятность за все. Это одежда будет. Поведится. Сегодня у свободной экономической зоны Гомель-Ратон зарегистрированы 80 резидентов. Огульная копия працующих 36 тысяч человек. Для поравнания, у не самом маленьком Буда-Кошелевском районе проживают 30 тысяч. Что отличится непосредственно выставой кермашу «Бизнес у Гомеля», то ее экспозиции будут разгорнуты до 24-го Костричника. По слову худенников, некоторые из их уже нашли новых партнеров, некоторые разглядают про Пановым. Пензенскую область Российской Федерации у Гомеля представляет одразу семь предприемствам. У Гандлёва промысловая палата этого региона свержают, что вельми затекавлены у поширения суппроцентства с белорусскими его творцами. Причем формы могут быть самыми разными. Тут взаимный интерес. Часть предприятий наших реализует свою продукцию в Беларуси и наоборот, белорусские предприятия поставляют свою продукцию в Пензенскую область. Олег Синчуров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гумель». КОНЕЦ «Гумель». КОНЕЦ «Гумель».